Господа, сегодня я представляю вам полное руководство по тому, как завязывать галстук. Правило номер один. Выбирайте подходящий воротник. Узкий ворот. Он лучше всего выглядит с узким галстуком, у которого маленький узел. Широкий узел с легкостью испортит вид и нарушит пропорции. Два. Обычный ворот. С таким воротником можно поэкспериментировать. Но лучше всего с ним будут смотреться галстуки средней толщины. Три. Широкий ворот. Такие воротники будут выделяться и к ним следует выбирать галстук с большим узлом. Потому что широкий воротник и узкий галстук будут смотреться нелепо. Второе правило. Выбираем размер галстука. Ширина галстука должна соответствовать ширине лацканов вашего пиджака. Чем шире лацканы, тем шире галстук может быть. Самый простой способ проверить, это приложить широкий конец галстука к лацканам и посмотреть, совпадают ли они. Если галстук уже, то он может выделять ваши лацканы, и они будут выглядеть громоздко. Если галстук слишком широкий, то это просто будет нелепо смотреться. Ключевое в этом деле – это пропорции. Третье правило. Соблюдайте контраст между рубашкой и галстуком. Смотрите за тем, чтобы галстук не сливался с рубашкой, иначе ваш галстук просто не будет выделяться. Светлая рубашка и темный галстук – это самая, на мой взгляд, лучшая комбинация. Как насчет темной рубашки и светлого галстука. Вы можете делать так, но учтите, что это будет очень кэжуал. Это не деловой формат. Четвертое правило. Не подбирайте одинаковые галстуки, карманный платок. Вы наверняка слышали, что надо выбирать одинаковые галстуки и платок. Тем не менее, многие магазины продают их наборами. Не надо носить их вместе. Карманный платок сделан как отдельный вид аксессуара. Используйте платок, который отличается от галстука рисунком или цветом. Это лучшая комбинация. Если ничего не помогает, тогда просто выберите себе белый платок, сложенный по-президентски. Он работает с любым типом галстука. Теперь перейдем к четырем базовым узлам, которые надо уметь вязать. Первым у нас идет простой узел. Это отличный узел для узких воротников и лацканов. Чтобы его связать, убедитесь, что широкий конец длиннее узкого. Все, конечно, зависит от длины галстука. Перекрестите широкий и узкий конец, а затем проденьте под ним и в сторону. Затем обмотайте по кругу, сформировав петлю. Затем проведите конец под отверстием для головы. Теперь проденьте широкий конец в петлю, но не затягивайте. Потому что надо сделать так, чтобы в галстуке была ямочка. Так выглядит куда лучше, чем плоский галстук. Есть два способа это сделать. Первый – это используйте три пальца, чтобы прихватить галстук. А другой рукой потяните за нижний конец, пока он не усядется. Второй способ – это держать узел двумя пальцами. А снизу тянуть за конец, держа тремя пальцами, пока узел не затянется. Теперь, когда у вас появилась ямочка, можно подтянуть галстук к воротнику. Пропустите узкий конец в петлю на обратной стороне широкого конца. И запомните, что длина галстука должна быть примерно до середины вашего ремня. Если получилось слишком коротко, тогда перевяжите галстук, удлинив широкий конец. Если слишком длинный, тогда сделайте узкий конец подлиннее. Далее у нас простой винзор. Это отличный узел, который подходит для большинства рубашек и лацканов. Чтобы его завязать, сделайте так, чтобы широкий конец был длиннее узкого. Перекрестите концы и протяните конец в сторону. Затем возьмите за широкий конец и пропустите его через узел сверху. После этого оберните узел по кругу широким концом. Затем пропустите его под галстуком и вытащите сверху узла. Проденьте широкий конец через петлю спереди. Теперь добавьте ямочку. Держите за узкий конец и затяните галстук к воротнику. Проденьте его в петлю. Все готово. Если галстук доходит до середины ремня, вы все сделали правильно. Далее полный винзор. Этот узел для широких воротников и лацканов. Убедитесь в том, что широкий конец напрядок длиннее узкого. Перекрестите концы, затем пропустите широкий конец под низ и вытащите сверху узла. Затем проведите широкий конец под узлом в сторону и проденьте снова через отверстие для шеи. В этом моменте надо отрегулировать симметричность узла. Затем проведите широкий конец по кругу и пропустите его через отверстие сверху. Теперь осталось только продеть широкий конец через петлю, сделав ямочку. В конце подтяните галстук к воротнику, держа за узкий конец. Проденьте его в петлю и проверьте длину. Галстук на середине ремня. Поздравляю, вы справились. Теперь идет мой любимый узел бабочка. Бабочки не такие популярные, как галстуки, но при этом они являются столь же формальными, как и галстуки. Их можно запросто надеть на те же мероприятия, куда обычно надевают галстук. И, кстати, бабочка из темной ткани будет даже более формальна, чем галстук, и требует к себе смокинг. Можно встретить уже завязанные бабочки на полках. Я рекомендую вам держаться от них подальше. Каждый мужчина, который знает себе цену, умеет завязывать бабочку. Потому что бабочка, связанная своими руками, будет выглядеть лучше и естественнее. Многие считают, что завязывать бабочку тяжелее, чем завязывать галстук. Но это не так. Я помогу вам, друзья, и покажу, как завязывать бабочку очень простым способом. Чтобы завязать узел, сделайте один конец слегка длиннее другого, перекрестите концы линии сверху, затем пропустите его под узлом и вытащите наружу в сторону. Возьмите короткий конец и сложите его в форму бабочки. Затем возьмите длинный конец и опустите его сверху. Затем сложите два крылышка бабочки и можете заметить, что у нас появилось отверстие. Возьмите длинный конец, сложите его и пропустите через отверстие. На этом моменте у нас получилась неопрятная бабочка. Давайте приведем ее в порядок. Потяните за свободные концы, чтобы расслабить узел. Затем потяните за сложенные концы, чтобы затянуть узел. Повторяйте до тех пор, пока не будете удовлетворены тем, как она выглядит. Поздравляю, вы только что завязали бабочку. Какое видео смотреть далее, как насчет этого? Я расскажу вам все о дресс-кодах, чтобы вы знали, куда надо надевать какой тип галстука. Ссылка на видео в описании. Повторяйте с множеством других огромных ресурсов, вы найдете на Реалменреалстайл.ком.